Продолжение следует... — Я помню. Это не тренинг, а вечерняя встреча была. — Я тогда зацепил. У вас другое было здесь. Волос. — Образ, имидж, все другое. — Но я запомнил. — Серьезно? — Это приятно. — Я помню. — По тебе мститель, но это приятно. — Нет, правда. — А теперь лично познакомиться мне очень приятно. — Ну да, и взаимное такое созвучие. Мне очень нравится, неважно, мужчины, женщины, когда сознание ясное, четкое, вот как в чистой родниковой воде. Потому что в основном-то нам, людям, помогающих в профессии, приходится иметь дело с замутненным сознанием. — Согласна. — Вот, поэтому такие встречи на весь золото. А благодарить не буду, потому что до этого благодарил, после буду благодарить. — Наши слушатели уже устали смотреть на наши благодарности. — Да, да, все. — Надо уже к теме. — Все к теме. — Итак, тема такая, ну, мама — это святое. — Да, это важно. — Как говорит наша славянская культура вся. Мама — это святое. Но нам приходится очень часто разбираться с темами токсичных мам, деструктивных мам. Некоторые дочери, сыновья не могут выйти из обесценивающего, оценочного взгляда мамы. Поэтому не растут, не вырастают. Некоторые забанивают своих мам еще при жизни и не хотят просто видеть, потому что каждый раз только соприкоснешься, сразу траванешься. — Токсичности много. — Я сталкиваюсь с ситуацией, когда у человека стоит какая-то внутренняя, душевная, нравственная дилемма. Понимание, что мама деструктивно, токсично есть, а выйти, съехать, не снять с себя обязательства раз в три дня звонить и спрашивать, мама, ну как-то не хватает. Вот и вы с этой... Я подыскиваю слова как бы аккуратненько. — Я слышу, да. Я слышу. — Я немножко, смотрите, я немножко опасаюсь, что нас обвинят в том, что мы все про маму. Потому что есть же папы в семье, да? Потому что мы берем такой узкий аспект, что, ну, как бы, ну, вот женщина во всем виновата. Вот, может быть, мы про токсичных родителей вообще? Вот насколько табу про родителей именно. — Можно, конечно. — Потому что не только мама святая, но и папа святая. Родители, в принципе, да, святые, как постулат. Можно ли вообще, в принципе, как-то разойтись с родителями? — Я замечаю, что родители проще отпускают взрослых детей, именно, я имею в виду, папы, чем мамы. И я, конечно же, против любого рода межполовой враждебности, хоть в МЖ отношениях, хоть мама или папа, кто там больше виноват. Просто в этом смысле начнем широким мазком и потом вот эти частности какие-то. — Про маму. — Угу. — Про маму. Тяжело с мамой расстаться? — Мне? — Я расстался со своей мамой, когда пришел из армии, ей было 20 лет мне, и я уехал и ушел своим путем в свою жизнь. И вот год назад, когда мне пришлось эвакуировать из Донецка своих родителей, так получилось, что я разместил их у себя дома и в своей квартире. Все это время мне легко было объяснять другим людям, как расставаться с мамой. Сейчас ситуация вынуждена. И мне в какой-то момент стало настолько трудно, что я просто понял, что надо мне где-то снимать квартиру и оставать. — Я поехал в Батуми. — Я поехал в Батуми просто потому, что я поехал. Хотел мне есть отдельный свой дом еще, но просто я столкнулся с таким интересным моментом. Вот три дня мама добрая-добрая, любящая-любящая, потом недельку или дней десять мама жесткая, обесценивающая. Причем самое интересное, мама не замечает самого этого переключателя, как ее переключателю, то есть рефлексивности нет. — Хорошая тема, кстати, когда дети более осознанные, чем родители. Когда дети много понимают и дети многое видят о родителях, а родители этого не видят. И как тяжело детям с этим существовать. И объяснить родителю ничего невозможно. И родитель не то, что не признает свои вины или своего участия в инструктивных отношениях, они рефлексируют. Как в этом вообще существовать? Как в этом быть вот этому взрослому ребенку, который все понимает, но донести ничего не может. Тяжело? — Ну, дело в том, что я, поскольку на других объяснениях, примерах, поддержках других людей, у меня есть такая, как сейчас модно говорить, техника. Вот сюда бронежилет. То есть это означает, что и твою доброту, и твое обесценивание я близко к сердцу не принимаю. — Чтоб не раниться, когда перепадываю? — Чтоб не раниться, потому что на доброте материнская любовь и тепло, и принятие, и комплименты, и восхищение. Я горжусь тобой, сынок. Это такая как бы важная тема. И бах, бронежилетики осыпаются просто как тетрис. И потом какое-то время идет интеграция, присасывание, создавание симбиотической связи, через которую потом вот это нарциссическое обесценивание не двигается. Поэтому где-то доосознав, как называется диагностически, качели идеализации обесценивания, сейчас не будем просто называть это все, я, ну как бы вот внутри, ну есть атмосфера в доме, и я очень чувствительный к атмосфере. Вот я прихожу в любой дом, если здесь был скандал, или здесь мир, любовь, я это чувствую, это впитываю. Самое трагическое для меня это, когда мама обесценивает отца в моем присутствии, унижает его, и тут я с этим чувством... — А, тут возможно что-то к мужскому еще подсоединяетесь вы? — Отождествление с папой, типа? — Да, что-то такое есть, какой-то, да? — Она бьет по-мужскому? — Да, я не хочу, я не хочу, чтобы ты был как твоя бабочка. Ну что это за, это что за такое послание? И в этот момент я забываю, что у меня здесь халат и бронежилет. — Да, все проходит. — Да, вот это вот, вот это вот очень трудно. — Тяжелая тема, на самом деле. Ну похоже, что не у всех получается отсоединиться, но вот вы заговорили про то, что я подумываю о том, чтобы мне уже куда-то переездать, да? — Ну как мысль, да? — Что похоже, создание дистанции, вот интуитивно хочется ее создать, да? Как бы чтобы уберечь себя, хочется отодвинуться, даже физически на расстоянии быть, подальше от этой токсичности, да? — Что это такой интуитивный способ сохранить себя. Мне кажется, это… Некоторые спрашивают, а как, если я, допустим, живу с мамой вместе в одной квартире, ну вот ваша ситуация, но хочется уехать, да? А у кого вот вообще нет возможности уехать, как быть? И даже если на расстоянии мама все равно достает, есть телефоны, есть мессенджеры и так далее, да? Эмоциональная дистанция тоже как вариант, эмоциональная дистанция, да? — Ну, мне очень удобно в том плане, что в 20 лет я отсепарировался аж до 53-х, вот, то есть раз в год я с ними встречаюсь, как-то вижусь, но вот этого момента нет, но когда это уже как поле семьи образуется, вот в этом смысле эмоциональная дистанция, это понятно, и по уму я знаю, что такое эмоциональная дистанция, но когда приходишь домой к себе, хочется расслабиться, и тут вот это вот, ну кроме того... — Это наше любимое слово поле еще, да? — Да, поле. — Поле работает же, а поле уже создано, ты приходишь уже в готовое поле, и тебе в нем тяжело существовать, в этом поле. — Ну да, поэтому так-то теоретически-то, да, но потом мама еще моя смотрит пропагандистские каналы. — Я вам сочувствую. — Вот, и она еще там силой, там уже какая силища идет, вот. — Моя мама тоже смотрит. — Мы близки, да. — Именно вот те пропагандисты. — Ну те, я не знаю какие, но я знаю, что она смотрит телевизор. — Телевизор. — Ну все. Значит, если телевизор, то все. — Там тяжело в этом смысле. И этот раскол еще помимо просто токсичности родителей, да, какое-то нарциссического расстройства у мамы, там, или у папы, ну мы про маму говорим, этот момент разлома в политической сфере, который сейчас прошел, тоже важен, да. Насколько тяжело существовать с родителями, которые занимают вот эту определенную позицию. Что делать? — Что делать? Вы так хорошенько общий разговор, лекционный перевели и с мамой-то проблемы. Я говорю, ну ладно, хорошо, пойдем туда. — Хорошо. — Что делать? Так как-то вот живется да проживается. Мне помогло, ну просто хорошее исследование соответствующих тем помогло хотя бы рефлексировать, что есть мама как ее здоровая часть, как душа, и есть болезнь, которая захватывает ее сознание, делать ее нефлексивной. — Какое-то расстройство личности, да? — Да. — Расстройство, то есть их как будто трое. — Расстройство. — Просто. — И какая из них выскакивает каждый раз в трудный плюс? — Ну я могу сказать по своему опыту, у меня отсутствующие отношения с мамой. Я могу сказать, что мне помогло прямосознание того, что моя мать нарцисс. То есть признание для себя со мной этого факта, что моя мать перверзный нарцисс, она меня, ну может быть, не исцелила в полной мере, но точно дало какое-то понимание, что не я виновата. — Не я плохая дочь. — Не я плохая дочь, да. И нет в этом моей вины, если общение токсичное, например, и все время выстраивается как токсичное с самого начала, с первых фраз оно идет как токсичное через пассивную агрессию, через какие-то подколки, через чувство вины, про которое мы говорили. Постоянное общение через чувство вины. Нет прямых посланий. «Я хочу, чтобы ты мне позвонила». Мы не услышим такого от токсичных матерей. Мы услышим. «Ну что, ты уж еще не забыл окончательно мать? Еще помнишь, что мать где-то жива?» Вот эти вот фразы. Мы же знакомы с ними и прекрасно понимаем, что как раз-таки признание того, что твоя мать нарцисс, он помогает тебе принять эту реальность. Что не ты плохой ребенок. Возможно, и родитель твой неплох, но он такой. Вот он такой, и ты просто живешь с этой реальностью. Не пытаешься ее изменить, не пытаешься ее переделать, потому что мы знаем, что нарциссическое расстройство снаружи точно не лечится. Правильно? То есть мы не можем никакими усилиями мать изменить. Мы можем только признать, что расстройство у нее есть. Ну да. Еще хорошая такая штука – это забота под видом обесценивания. Например, ты когда что-то забыл, что-то не взял, это не так, что «Ой, сынок, зонтик там забыл, давай». Да. Вот именно так, чтобы и значимость, и твоя тупость… Опять ты забыл, да? Да, да, да. Вот видишь, не положит мама, так… Вот и все. И все, да. И будет там где-то… Боже, какие знакомые фразы. Как это трогать? Надо прям словарь, словарь как бы пеленгации токсичности вот материнской. Да, да. Мне дело в том, что если говорить про папу, мне с папой в этом смысле очень повезло. Ну, папа такая необусловленная доброта, любовь, поэтому мне легко понять ребят, у которых отсутствует папа, у которых говорят мне, я своего отца не уважаю, потому что у меня это наполненность отцовским есть, и поэтому я могу отцом быть прям и в религиозном… Ну да, вот такой батюшку, батюшку. Вот, а поэтому как бы в этом плане мне вот эти вот случаи. Когда я начал ролики про токсичных мам, записываю, даже вставлял туда фрагменты моих фраз в консультациях, все, отписываюсь, все понятно, мать на помойку. Комментарии такие, значит… А, злились на вас люди? Да, да, да. Что нельзя маму тропать? Да, то есть мать – это вообще категорически святое. Слово «мама» и все, кто отождествлен, они достойны только обожания. Я сейчас подумала, какой вы сделали большой путь, что от вот этого религиозного восприятия матери, как какой-то святыни, пришли к пониманию того, что мать может быть токсичной. Дело в том, что у меня, если делать так ретроспективно, вот в тот возраст, когда там 14-13-15 лет, у меня так все сложилось в жизни, что восполненностью, материнским теплым, не внешней заботой, в этом смысле моя мама безупречна, там все как у людей. А вот этим теплым, чтобы прижать, чтобы… Оно как бы фрагментарно было. Я всплески такие помню. У меня есть один случай, когда мама меня взяла куда-то провести меня, куда-то сопроводить, то ли к партнехе, то ли куда-то. И я подвихнул ногу и упал. И вдруг я почувствовал такой прилив ужаса любви и заботы. И я вдруг понял, что мама у меня есть. Как теплая, как заботливая, как любящая, как со слезами на глазах вот смотрит. И, конечно, своим детским сознанием я получил этот доступ. И начал болеть? Нет, через три недельки я также сымитировал подворот ноги. Получилось? Еще раз. Уже не было такого. Так не выдумывай. Так не выдумай. Давай, догоняй. Вот. И вот этот вот момент добиваться. И в какой-то момент, лет может быть в 15, я понял, что я оттуда больше не жду. То есть мне дали, я не в претензии, я оттуда больше не жду. Но вот я встречаюсь с людьми, которые 45, 36, 22, и они ждут. Мама нарциссическая, или мама холодная, или мама отстраненная. Или у мамы у самой нет. Но они ждут, что мама когда-то придет. Что мама оттуда разрежет, вот как молнию, такой костюм и оттуда выйдет. Вот с этими что, Лена? Такое непростое признание, вообще очень важное в жизни, сказать себе, что мама меня не любит. Да? Здесь вот много тем вы сейчас подняли. Это, наверное, самая болезненная штука вообще во взрослой жизни. Если у тебя есть токсичная мать, признать, что она тебя не любит. Я подчеркну здесь, не любить так, как мне надо. Как нужно. Это одна часть, а вторая часть, что она правда дает иногда любовь. Что очень тяжело прервать с ней отношения, потому что ты помнишь какие-то хорошие моменты. И у тебя такой микс переживаний от злости на нее, от гнева на нее, за ее токсичность. Смешано с благодарностью за какие-то хорошие моменты. Смешано с любовью где-то к ней тоже за какие-то моменты. Этот микс очень трудно превозмочь, что ли. Как будто бы отделить невозможно. Здесь я благодарю, а здесь я злюсь. У меня все смешивается в одно, и получается, что я должна все терпеть. Вот раз она мне где-то показала любовь, значит я должна терпеть все остальное. Очень трудно эти чувства разнести, что можно не терпеть и быть благодарной за что-то. То есть эти чувства разделить. И это очень сложный такой психический процесс. Согласны? Конечно, потому что это, ну как бы вот взять Фанту и Кока-Колу. Да. Например, любовь и, например, ненависть и бесценивание Бога. Да, да, бесценивание Бога. Как только мы это слили в один стакан, нет ни Фанты, нет ни Кока-Кона. Есть что-то такое одно, что уже неразделимо. И этот микс филинс, конечно, очень сложный. А вот то, что мы начали с табу, да, про то, что мать это святое, это важная очень часть. Потому что много же реплик идет, мы отдала жизнь. Вы неблагодарны. Ну, как вы можете вообще что-то про маму говорить, ведь она вам дала самое главное. Вы получили дар жизни, заодно это благодарите. И в этом месте хочется поддержать тех детей, можно обратиться к подписчикам, поддержать тех взрослых детей, которые не могут простить. Потому что и мать, и отец могли делать страшные вещи. Что и мать, и отец это просто люди, которые что-то творили в своей жизни. И они могли ошибаться, они могли делать много очень гадких вещей. И физическое насилие, и сексуальное насилие, и всякое разное. И моральное, эмоциональное. И моральное, эмоциональное, психологическое насилие, да. И взрослые дети не обязаны быть благодарными за насилие. Мне кажется, это важная часть отметить. Что благодарить можно за то, что тебя произвели на свет. Но и это отделять от того, что произвели тебя для кого? Для себя? Ну, потому что надо было, залетело, там еще что-то. Делали ли этот дар жизни, дали ли тебе, потому что ты хотела. Или это хотели твои родители, чтобы ты появился. И ты точно не обязан благодарить за то, что с тобой сотворяли какую-то дичь. У тебя есть право гневаться на насилие, которое по отношению к тебе совершали. Гневаться означает переживать внутри себя? Или означает, что так или иначе сказать? Я боюсь, это не будет услышанным в любом случае. Ваш опыт показывает, что родители понимают, принимают свои ошибки? Да. Есть такой опыт? Папа. Ваш личный опыт. А профессиональный? Ну, я очень мало случаев знаю, когда мама прямо признала. Ну, это единицы. Те мамы, которые приходят, условно говоря, на тренинги или консультации с детско-родительскими отношениями, однозначно человек рефлексивен уже самим фактом об кого-то подравняться. А те, которые вот нарциссичны и вот эта вот позиция, такая мама всегда права, там не докричаться уже. Не докричаться. Потому что если вдруг я осознаю, что я в чем-то как мать не права, у меня рухнет весь мир стержень. Да. И весь мир. И это означает… Вся картина мира. Вся картинка мира, потому что я хороший. Да. Я старалась. Они же искренне верят, что я не хуже других. Я как все. Мы же тогда… Мы же все вот так вот росли, растили там и все. Дело в том, что если так проследить отношения моей мамы с моей бабушкой, а мне приходилось это наблюдать, то бабушка к моей маме относилась требовательной, игнорирующей, депривирующей любовью. Я еще детским сознанием это помню. И бабушка один раз отвернулась стенки и перестала есть. Перед этим она сказала фразу «Вами уже не покомандуешь». Бедная. Да. Да. Вот. И это, конечно, вот в таком состоянии, что уже они, и она, и ее муж, и этот маленький писающийся внук, они неуправляемые. Вот. То есть мой контроль не работает. Они меня игнорируют, они действуют по-своему. Здесь можно вот… Видите, как мы плавно вытекаем в русло. Почему контроль? Потому что тревоги много. Да? Почему нужно и хотелось контролировать всех вокруг. Всю родню. Да? Страхи держать. Потому что очень много внутренней тревоги, переживания. Опять мы возвращаемся к нашей небезопасной среде. Теперь шли. В такой же небезопасной среде жили наши бабушки. Да? В ней безопасности в принципе. Потому что везде была тревога. Везде на уровне выживания все происходило. И вот эта неосознанность. Ну это важно теперешним мамам понимать, что ваша тревога может вырастать в гиперконтроль. И гиперконтроль превращается в токсичность. Да? Чтобы не стать такими как мама, важно свою тревогу сразу ловить, искать причины, почему мне страшно, почему мне тревожно. Правда ли тебе за ребенка тревожно? Ну вот, чтобы он куда-то там не ступил, не заболел, еще что-то. Или ты о чем-то другом тревожишься. Что тебя беспокоит? То есть признание самой тревоги до возникновения контроля, оно где-то поможет избавить себя от этой токсичности. В случае, если у тебя нет нарциссизма. Да, и если человек рефлексивен. Да, если рефлексивен, если нет нарциссизма, конечно. Но если есть расстройство, то это уже несколько давностей. А вы со своей мамой никак? Мы со своей мамой не общаемся, надо подписчикам сказать, что-то лет 5-6, я уже точно не помню. Это было связано не столько с детскими травмами, хотя детских травм много, я там писала о них. Насилия было много, и физического насилия. Но больше это было связано, конечно, с происхождением в текущем времени, с отношениями, которые развивались уже во взрослом возрасте. С постоянным обесцениванием, с манипуляциями, с обвинением. Разрыв, собственно, наступил, когда был острый момент у меня в отношениях с дочерью, и моя мать, как обычный нарцисс, повела себя неподдерживающим образом, обвинительным. То есть вместо поддержки, то, в чем я нуждалась сама, хотя бы я рядом с тобой, что мне сделать, давай как-то вместе. А было обвинение, что ты сама виновата, ты упустила дочь. Ну вот, все, полный набор всего. И, видимо, мне не хватило ресурсов переварить вот эти обвинения, эту токсичность, и я решила, что хватит. Возможно бы я никогда не осмелилась прервать эти отношения, опять же, потому что есть табу, есть мать, и все вот это вот, и ты должна. Много долженствования вокруг мати, материнской фигуры. Ну, видимо, у меня не хватило ресурсов справляться с ней, и я сказала, что когда ты сочтешь возможным прийти ко мне с уважением, тогда я готова буду продолжить. Но сейчас она считает, что я свою карьеру строю на воспоминаниях детских травм, ну, как обычно. То есть, нарциссические матери не считают своих детей достойными людьми, достойными личностями в принципе. Угу. Ну, если говорить о долженствовании, и это один из ключевых таких этических моментов, вот если просто, понятно, что в постмодернистское время сколько людей, столько и мнений. Мне интересно, в данном случае ваш, что мы маме должны, а что мы маме не должны. Есть ли какое-то долженствование у взрослых детей по отношению к родителям? Ну, я могу про свой опыт только сказать, да. Я бы точно была бы ей что-то должна в плане ухода, физического ухода, чтобы она не голодала, допустим, не нуждалась в лекарствах, если бы она была не токсична в текущем общении. То есть, мне тяжело, и я не считаю возможным поддерживать ее даже физически, потому что она неблагодарна за это. То есть, как бы это, как это сказать. Ну, мне хочется и детей, которые много вкладывают своих родителей в этом месте, поддержать, да, что вы не обязаны постоянно ухаживать за родителями, если родитель вас обесценивает после этого. Угу. То есть, а что ты это лекарство, а не то? А того не было? А что ты не привезла? А я эти яблоки не люблю, надо же было вон те взять. Ну, вот в таком русле. Ну, если тебе не нравится то, что я привезла, значит, не будет никаких. Ну, то есть, в этом месте я против поддержки вот этой токсичности родителей, да, что должен быть вообще мое отношение, что отношения между двумя людьми – это двухсторонние отношения. Невозможно, чтобы ребенок все время в отношения вот вкладывал что-то, эмоции в том числе, да, и благодарность, и заботу. А другой человек, как родитель, например, только брал, оценивал, обесценивал, и не брал даже, потому что это же нельзя сказать, что он взял, если он проигнорировал или выбросил, как кто-то говорит. Я ролик недавно видела, на 8 марта девушка привезла цветы маме, а мама эти цветы с балкона выбросила, потому что цветы не те. – Ну, тогда мама никаких цветов. – Ну, да, да, все. – Да. – Блин, стоп, 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 мне надо это пережить, боже мой. У меня здесь была свинта этическая граница, серьезно. Еще такой хитрый способ обесценивать, то есть в пользу того, что мне понравилось, купи другие цветы, иди, радуй маму там. Еще такой способ. – Это прослияние, если ты пытаешься все время что-то добавить, угодить. – Еще такой хороший, вот покупаешь какой-нибудь продукт, например. Ну, от съедобного до такого, как сказать, там, стирания порошок. Вот приносит, сын, зачем ты это купил? Зачем ты такие вот эти купил? Я читала в интернете, что вот такие вредные. Так, хорошо. Или еще такая история есть прекрасная, когда идем мы, купили цветы, а утром, завтра у мамы день рождения. И мы приходим с вечера с подарками, с хэппи-бездой. Я папу, значит, с леди. И вдруг… Так, закройте дверь. Примета плохая. За день… Надо в день это поздравить. Мы тут уже с открытой душой, с цветами, с настроением, с фруктами и тортами. Вот. Ну, мне ничего не осталось, просто как… Угу. Все, я сейчас палюсь по полной. Как просто шандарахнуть эти торты и цветы на землю. И просто проявить всю сдавленную боль от ситуации, ну, каким-то словом нехорошим, и просто идти гулять. И вот просто идти гулять и дышать огненным дыханием. Ну, как бы там не так, чтобы матом, но как бы плохо сказал. Угу. Вот. Ну и, конечно, после того, как я взорвался, плохо сказал… Мама заплакала. Нет. Нет. Вот. Видишь, плохо… Оказывается, если за день до этого… Вот ты какой на самом деле. Да, вот за день до этого, видишь, почему плохая примета? Вот это вот случается. Вот это вот случается. Да. Причинно-следственное. Да. И, конечно, это прекраснейшее приключение, когда ты сначала по правде выразился, кайфанул от этого. Ладно, я тоже тогда расскажу один вопрос. А потом ты идешь, и ты чувством вины себя еще… Блин, вот я какой, человеколюбец, душепопечительный, издержанный. И потом догоняешься чувством вины. И вот они, качели. Да. Это, как бы, манифестация торжества внутренней правды, и в другую сторону на качелях вины. У меня было там тоже день рождения, у мамы был. Давно-давно еще, когда модно были ковры, а я помню, почему-то мне хотелось. И, ну, у нас какие-то вот дешевые эти палацы, вот это все было такое синтетическое. А я прям с душой ковер там шерстяной или полушерстяной, чтобы вот, ну, красиво, комфортно. И, в общем, мы купили с мужем этот ковер. Привезли маме, она вот так развернула и сказала, а что такой маленький? А это были какие-то, ну, вообще какие-то нереальные деньги, вот, из нашей зарплаты. Ну, там, я не знаю, ну, условно, там пол зарплаты, там, я, ну, там близко к целой зарплате. Ну, то есть какие-то очень такие несущественные деньги. И, конечно, когда эта фраза прозвищала, она вот мне… Ну, он был не маленький, он был на ее комнату. Вот просто… Ну, вот, да, вот приносишь и сразу оценочное осуждение. Да. В связи с этим у меня вопрос, который в процессе этого разговора как-то созрел. Ну, я, ну, не покасательно, я задумывался над этим, но сейчас очень актуально. Смотрите, что сейчас происходит. Я палюсь по полной по поводу своей ситуации. Он все увидит сейчас. Да, но здесь, здесь, здесь не просто все увидит. Это мне… Я вообще-то, ну, как бы, публичный человек в любом случае своей собственной обнаженкой-то соблазняет других быть публичными и интересными. И я сказал, вы рассказали свои жуткие совершенно истории. И, конечно, все мамы, которые смотрят, скажут, о, понятно. Ну, понятно. Вот она, неблагодарная дочь. Какой ты психолог. Да, какой ты психолог, да. И какой ты Евмений Душпопечитель. Все с вами ясно. Ну, вопрос здесь, да, вопрос этической границы. Насколько вообще-то это по-человечески этично, что мы вот внутреннюю боль через посты, внутренние переживания выдаем это. Мне вообще… Я знаю одну психологиню, которая в своих постах рассказала о том, что мама ее сдавала психологическое, то есть физическое сексуальное рабство до 18 лет мужикам, которые приходили к ней. Это жуткая история. Да. И она это все рассказала. Я говорю, не упоминай сейчас, зачем, как на тебя будут смотреть люди, клиенты, на твою мать. Ты вообще можешь… Вы так сказали. А? Вы так сказали. Я сказал этой психологине, мы с ней в дружеских хороших отношениях. Я говорю, обращаясь по имени к ней. Пип, зачем ты это вынесла? Ну пусть бы это было в тайне, ты ж уже… Нет, я за. За, да? Я за, да. И… Есть такое слово хорошее – легализация. А. Рассказы про насилие легализуют жертв. Угу. То есть они дают голос тем жертвам, ну… Вот это класс, да? Да. Понимаете? То есть она, по сути, помогла, не знаю, скольким сотням, тысячам раненых детей, выросших с этой болью внутренней, которые вообще нигде не могли ее вылить, возможно, всю жизнь носят. Она у них была под внутренним табу, они сами даже… Под внутренним табу, там же стыд, там же огромный слой стыда под этим, про маму, плохое. Вообще, как? Мало того, что сам факт стыдный, что меня там сдавали в рабство, я хуже всех, это стыдная тема. Я грязная. И грязная. Там много стыда. И она просто дала разрешение жертвам чувствовать то, что они чувствуют. И говорить может быть об этом. И говорить об этом может быть. Но, во всяком случае, присоединиться к ней точно. То есть присоединиться своей болью к ней и прожить разрешение на эту боль. Что, мне кажется, мы ок, делаем. Мне кажется, нас, когда видят эти люди, они понимают, что мир сложный. И что через тобой, если жить, гораздо тяжелее, чем если ты живешь открыто, без тобой. И мамы разные. И не то, чтобы они там все, мы их черной краской всех там красим. И мы говорим о том, что можно быть и благодарным. И есть какие-то моменты светлые. И там в больницу приходила и что-то приносила. Но есть и моменты страшные, токсичные, уничтожающие, разрушающие. Все это есть. И когда нам нужно позаботиться о себе. Да. И мы имеем право защитить себя от токсичного воздействия. Защитить себя и позаботиться о себе, конечно. И еще, мне кажется, важная тема, которую мы должны затронуться. Чем пугают? Вот вы как со своей мамой, так и с вашими детьми. Так и ваши дети к вам будут. Да, да. Это прекрасная праздник. Да, да. Такое инсталлированное проклятие прям. Проклятие. Да, проклятие. Но вот мне хочется зрителей наших, потому что если поддержать, что так не работает. Что ваши дети будут относиться к вам так, как вы относитесь к ним. Не так, как вы относитесь к своим мамам, а как вы относитесь к своим детям. Если вы любите своих детей, принимайте. Считайте с ними как с личностями. Считайте с их чувствами. Старайтесь принять любые их чувства. И агрессивные, и благодарственные, и всякие разные. Они тоже будут с вами считаться потом. Я уверена в этом. Ну да. Я уверена, что неблагодарность так называемая и нелюбовь не рождается из ничего. Угу. Мне кажется, блестящее завершение. Да, так хорошо. Это очень важно, потому что все эти идеи про кармические связи, про вот это то, что это реплицируется дальше, нет? Нет. Да. Ты можешь остановить это на себе. На себе. Относись к своим детям иначе, и не продолжай этот цикл насилия, не продолжать спочку насилия. Останови это на себе, и все будет иначе. Ну да, и здесь принцип правды. Честно признай себе. И честно найди возможность хоть одному человеку рассказать. Слушайте, есть вот эти вот группы взрослые дети алкоголиков. Да, да. Надо как-то вот в этом плане взрослые дети токсичных родителей. Есть такие группы тоже. Есть, да? Да, да. Нарциссичная мать, там есть такие группы. Ой, как здорово. Боже мой. И эти как бы принципы, что ли, правила жизни, эти тезисы, которые как расширяющие убеждения помогут справиться с этическими табу, с тем, что можно ставить под вопрос, любила ли меня мама. Любила ли так, как мне нужно. Вот. И честно признавать, потому что вот это самый главный табуированный вопрос. Мама могла вполне любить с точки зрения… Могла и не любить. Могла и не любить, но вот эта вот штука так, образование дали, английский учил, вот это все. Ходил одетым хорошо или там все покупали. Все покупали, тебе на курорты возили. Чего тебе еще не хватает? Вот. Я знаю просто случаи, когда, ну вот, я говорю, слушай, поговори, если в таком терапевтическом контексте. Говорю, поговори с мамой, мне не хватило твоей любви в детстве. На трех таких предложениях люди потом звонят и говорят глухо. Да, я все делала, было плохо, я не доедала тебе, покупала. Все. То есть, вот эта формализованная забота, вернее, как бы попечение, без эмпатии, без «как там у тебя», без «не позорь меня», «не позорь нас». Вот. И вот эта штука – это одно из нарушений, когда я типа позорю, потому что я – это я. Но я другой, я был не как школьники в моем классе, я был иной. У меня был иной круг интересов. У меня… Я рано заинтересовалась там Бог, вера. Тогда в Советском Союзе никакого Бога еще не было. Так, ты нас позоришь. Меня же с работы уволят. То есть, не моя индивидуальность важна. То есть, объяснить правила безопасности в небезопасном мире. Сказать так, шифруйся, но только не высовывайся, чтоб не было. Вот сюда прямо, когда я как… Моя индивидуальность, моя самость, мое личное что-то, вопреки всему, пробуждается. И этот цветок растаптывается вместо того, чтобы, ну, просто его защитить. Вот будь, ну, просто не по-листому. Чтобы не было нам всем неприятностей. Ну, да. Вот. И вот это вот, конечно… Ну, мы еще должны сказать, что мама может не просто не любить так, как мне нужно. Мама может, в принципе, не любить. В принципе, не любить. Так, прошу пояснения, товарища Психолога. Что есть мамы, которые реально уничтожают своих детей. Почему это происходит? Ну, как же так? Потому что это природа. В природе даже среди животных есть убивающие своих детенышей матери. Так же работает и социум. Есть матери, которые реально не способны любить своих детей. То есть, если в этом контексте не способны любить, это не способны что? Кроме вот этих слов «любить» разукрупнить, дать ему определение. Дать право на существование, на личность, на созревание личности, на все, на свои эмоции, на свои потребности. Есть я, только я. А ты либо мешаешь мне, либо помогаешь мне. То есть, и тогда ребенок мыслится как часть личности мамы? Да, опять же, это нарциссическое расстройство, где ребенок воспринимается нарциссическим продолжением себя. То есть, либо ты мое расширение нарциссическое, либо тебя не должно существовать. Ой, офигенский. Вот формулировка класса. И она, конечно, может не отдавать себя, что я хочу убить своего ребенка. Вряд ли кто-то… Это просто инфинтивное действие. Это неосознанное бессознательное действие. Конечно, она себе не признается, что я хочу. А когда искупленно прям мать, там, двухлетку избивает, например, да? Ну, я не буду повторять страшные кадры, там, в Ютубе много видим, да? И головой об кроватке, там, и так далее. Что она делает? Она же не просто бьет его, она же его убивает. Правильно? Если мы вот вернемся к бессознательным… Но это уже психиатрия. Нет, это не психиатрия, к сожалению. То есть, это в рамках нормы? Ну, это в рамках нормы. Ну, просто вот у нее, да, вот такой склад личности. И она же потом, когда ребенка где-то там в больницах что-то там будет, она скажет, ты сам меня довел. Просто он так орал, что я не могла это выдвижить, он сам меня довел. Вот по этой фразочке просто все сразу определить. В общем, тему подгрузили мы. Нет, это очень хорошая подгрузка. Мне больше нравятся драматические сюжеты, чем мелодраматические. Любите маму, любите папу, поздравляйте их. Понимаете, с этими штуками надо разбираться. Мать, как и любая другая женщина, и как и любой другой мужчина, может быть тварью. Это можно признать. Охренеть! Боже мой! Не слушайте ее, она плохой психолог. Она на святое покусилась. Вот когда до пиковой формулировки доходишь, там как бы уже и катарсис, и облегчение. Пока полумеры не получается, поэтому на самом деле я благодарен за эту беседу. Смонтируйте красиво. Вот я внимательно слушаю все, что мы наговорили. Здесь даже не вмешаешься никакой редактурой. Все литературно безупречно, без мата, гладко, на научной основе, но в то же время как художественный рассказ. Как некоторый сюжет между нами, происходящий здесь, который начался аж с мамой. Вот, я понял, или я играю, но по-настоящему проживаю, или мы сейчас все это превратим в академическую лекцию. Так что все хорошо. Дорогие подписчики, Евмения и мои, пишите свои комментарии на тему услышанного. Мы много тем подняли про мам. Пишите свой опыт в комментариях, описывайте. Позитивно, негативно, любой. Можете спорить с нами. Это нормально. Можете нас тварями назвать. Можете сказать, какие вы психологи. Все, спасибо. Спасибо за беседу.